В региональной службе коммуникаций провели брифинг о мошенничестве в интернете. Сотрудники Департамента полиции Северо-Казахстанской области рассказали о наиболее распространенных способах обмана. Как не попасться на крючок мошенников, расскажем далее. Злоумышленники могут использовать дипфейки. Это технологии, которые использует искусственный интеллект для создания поддельных изображений, видео или аудиозаписей, которые кажутся реальными. Наиболее распространенным способом, которым пользуются мошенники, это звонок от лжесотрудников банка. Также существуют такие виды, как фишинг, взлом аккаунтов, инвестиционные схемы и квишинг. Суть квишинга заключается в том, что злоумышленники размещают фальшивые QR-коды, которые направляют пользователей на поддельные веб-сайты или запускают вредоносные программы на устройстве. На сегодня в СКО подобных фактов не зарегистрировано, но хотелось бы предупредить население быть внимательным при использовании возможностей мобильных устройств. Мошенники могут размещать также QR-коды в публичных местах. Сотрудники полиции также убедительно просят не отвечать на подозрительные электронные письма или сообщения от людей и организаций, с которыми у вас не было договорных отношений. Если вам звонят с банка, представляются менеджером или сотрудником банка службы безопасности и сообщают, что по вашей карте производится перевод денежных средств в другой город, в страну, и предлагают перевести денежные средства на застрахованный счет, необходимо прекратить разговор. Незамедлительно перезвонить на горячую линию своего банка и сообщить о данной ситуации. Ни один сотрудник банка не будет звонить клиентам, интересоваться конституционными данными. В сведениях о счетах, номер карты и контрольные цифры на обороте карты – это данные, которые защищены банковской тайной. Интернет-мошенничество представляет серьезную угрозу для пользователей по всему миру. Если же вы стали жертвой мошенников, необходимо обратиться в отделение полиции. Камиля Хамдулина, Служба новостей.